Привет всем! С вами ваша Сильва Батафляй. Сегодня у меня будет такой клип перезагрузка. Я делала такое видео и может быть даже несколько раз, но я не подходила в подробностях к ароматам. И с прошлого года я решила сделать такой проект, разобрать самые мои любимые ароматы, они у меня почти все любимые, на подробнейший отчет. И пошло-поехало. И вот сегодня дошла очередь до моего любимого кориандра от Жанна Кутерье. Но, прежде чем начать свой рассказ, покажу сумочку, которая очень подойдет под аромат Жанна Кутерье кориандр. Я делала видео, вернее, я уже сделала и залила пять разных видео с подробнейшим отчетом моей огромной коллекции сумочек. Там вы это увидите в подробностях. Но я подумала, так она сочетается с кориандром, что нужно было показать в этом видео тоже. Так же, как вот эту шкатулочку Малахитову. Малахитова шкатулка. Здесь кольцо у меня. Сделано в Советском Союзе. Может быть, одеть. Так. Столько раз я порывалась использовать кориандр. И он уже как бы настолько стал несовременен. А мне жалко, что я купила столько в загашнике. И почти не использую его. Ну, что это такое? Здесь, здесь. Это темно-зеленая горечь. Я ее так опишу. Вот этот бутылек с коробочкой я еще привезла оттуда. И там даже написано где-то на русском. Вот, написано храни при плюс 20, плюс 15. Внизу. И выглядела она вот так. Запах. Я не знаю, как это реально столько хранить. И вот этот запах, самый старый, да, он более со сластинкой. Это такая вот горькая-пригорькая трава. Но какая-то сладость там, вот эта вот шипровость присутствует. А здесь, ну, я даже не знаю. Все-таки я, наверное, рискну. И набрызгаю сегодня. Подождите секундочку. Так. Вот что, значит, давно не пользовалась. Там идет давление. И как будто бы... Новый парфюм. А может быть, они оба новых, а я решила их открыть. Ну, вот так. Мне хочется еще даже на руку. Настолько он несовременный. Но он хорош. Он хорош. И я даже, наверное, бы рискнула его на улицу пойти сегодня. Хотя я так и пойду. Рискуй, не рискуй. Все равно получишь. В общем, я все равно пойду. И что я хочу сказать про аромат. Кориандр. Уж на что мне нравится вот эта малахитовая крышечка. Мне нравится в этом все. По-моему, я говорила предысторию, что большую роль сыграла жена в создании этого аромата, самого Жанна Кутерье. И, кстати, он создал еще один аромат. Я, по-моему, делала вам такое описание. Это для мужчин. У нас просто сейчас нет времени. Если мужчины вы меня смотрите, если действительно вам захочется, прокомментируйте мне. Я вам могу все-таки снять отдельный видос с затестом на вот этот древнейший аромат. А мы идем к цели. Вижу цель, иду вперед. Основные аккорды. Древесный, ароматический, землистый, мускусный, пудровый. Принадлежит к шипровым. Ну вот так и есть. Парфюмер Жаклин Кутерье. Выпущен в 1973 году. В общем, вы сделаете математику, кто когда родился. Верхние ноты. Альдегиды, которые были очень модны. Кориандр. Флердоранж. Ангелика. Ноты сердца. Корень фиалки. Лилия. Жасмин. Роза. Герань. Ноты базы. Сандал. Пачули. Мускус. Цвета. Дубовый мох. И ветивер. Вы знаете, что я прихожу к выводу, что скоро все вот эти вот 80-е, 70-е и может быть даже начало 90-х, нет, вряд ли 90-х, вот именно 80-е, конец 80-х и 70-е, конец, начало 80-х, они будут все больше и больше заинтересовать мужчин, которые любят парфюмерию, которые ее ценят, которые идут глубже в изучение, потому что они не находят этого в современных парфюмах, как ни крути. Вот цвет, не так часто ее можно найти, а если ее можно найти, то она уже такая будет слишком масляная и слишком агрессивная, а тогда цвета была более как сексуальная. То есть совсем разные роли исполняет цвета. В настоящее время цвета используют для того, чтобы вот закрепить и подать аккорд в выгодном цвете, свете вернее. А тогда это была вот именно сексуальность. И мне кажется, это надо использовать как свое секретное оружие, как сексуальное такое, такой трюк. И он подойдет действительно и мужчинам, и женщинам. Я сколько раз начинаю убеждаться, что мы идем к тому, что те ароматы, которые когда-то нравились, допустим, моей маме или мне, все-таки вытесняются рынком. И рынок приносит нам столько всякой всячины, и ты просто не можешь не попробовать. А мужчины, они, у них примерно вот все их одеколоны, да, вот на женский нос, почти одно и то же, там, с маленькими ответвлениями. Им нужно что-то более яркое, более цветочное или более какое-то необычное. И они ринулись искать в винтажах. И мне кажется, это хорошее решение, потому что там вы можете найти очень много того, о чем женщины позабыли или задвинули на свою дальнюю полку типа меня, потому что я такое уже не смогу каждый день носить. Меня обвиняют в том, что я старомодная или там что-нибудь еще. Но мне этого не нужно. А вот мужчинам в самый раз, начиная с 21 года и выше, попробуйте. Что я чувствую лично сама? Ну, конечно, я чувствую этот мох, потому что мох – это тогда без моха никуда, без омха. Альдегиды – это вот такие, знаете, просто неописуемые вещи, которые витают в воздухе. О, Господи, Боже мой, лилия. Вот она моя лилия, вон, видите, на пианино. Я уже сделала сколько видео, и вот выясняется, что лилия здесь и есть. Здесь есть ангелика, здесь есть сам кориандр, апельсиновый цвет. Что я чувствую? Наверное, вот этот вот горечь больше всего я чувствую. Это вот этот ветивер, наверное, и смесь цвета. Но настолько необычный аромат, но настолько прекрасный. Так. Значит, всё-таки захотелось мне почитать какие-то комментарии из фрагратики. Я не могла без этого, потому что, по-моему, в прошлом я делала парочку комментариев, зачитывала, и там был мужчина, который рассказывал, как он был пилотом, и как стюардессы, и, в общем, вспомнил молодость. И вот, по-моему, сейчас идёт апдейт, и вот он пишет. Огромное письмо, просто колоссально читать долго я не буду. Я выхвачу кое-что, что меня зацепило. «Привет, девчонки! Спасибо вам за прекрасные отзывы от кориандрии, которые через 20 лет снова у меня. И я опять молодой, красивый и весёлый. Правда, уже не пилот быстрого самолёта». И вот тут ещё. Там он и говорит про, как он это чувствует. Парфюм шикарный, роскошный, игривый аромат с цветочными нотами розы и мёда. Кстати, я тоже такое чувствую. Более жёлтого цвета, чем ЭДТ. Подходит как молодой девушке, так и солидной даме. Мужчинам тоже к лицу. Но это должен быть молодой или моложавый, подтянутый альфа-самец в красивой модной одежде. Ну вот, смотрите, не только я говорю об этом, значит, уже и мужчины говорят. Сколько тут всего, боже! Он написал целую поэму. Кто-то там постоянно говорит, что это аромат-близнец от Суар Сеслей и Суар де Лун. Нет, у меня оба есть. А вот ещё мне понравился бутончик, как она прокомментировала. Современная одипишка подружкиной мамы пшикнула на шарфик, пока ждала в коридоре её капушу. Наконец мы вышли на улицу, на ветерок. И солнце, и о чудо! Ах, какая же там на поверхности красивая утренняя розочка, с лаженной юной зеленцой, с цитрусовыми корочками. Ммм! Даже начала прикидывать, какой объём этого кориандра прикупить. Но часы пробили 12. И в волшебном лесу постепенно стемнело. Ветки покрылись огромными путающими, пугающими шипами. Всё затянуло зелёным туманом с невидимого болота. От подлеска горько и тревожно запахло прелой листвой, покрытой мхом, и трухлявыми пеньками. А от розы не осталось и следа. Это была всего лишь ловушка для наивных. Бррр! Странная сказка, страшная сказка, не моё, сори. Вот видите, а я такая, главное, заинтриговалась, думаю, ну сейчас буду говорить, хорошо. Вот кому как человек может настолько описать это, настолько поэтически, да, а потом в конце сказать, что это не моё. А некоторые вот могут вообще ничего не сказать, потому что они не многословные. Но они просто берут молча и говорят, дайте мне два, типа меня, да. Нет, ну у меня так получилось, я купила два сразу. А бывают люди, что они и говорят хорошо, и отзываются хорошо. И им до сих пор в 2019-м этот аромат хорошо. В общем, я не знаю, что вам посоветовать. Вы сами придумайте, нужен вам такой вот шаг или нет. Это, как сказать, рискованный шаг, потому что с одной стороны, ну кому нужна сейчас горечь, потому что сейчас горечь, но не такая горечь, сладость, но не такая. Даже роза и то не такая здесь, здесь всё не такое. Но в то же время у кого была связана память, вот именно с кориандром, да, по-моему, вы всё равно заново влюбитесь. И я вам желаю заново влюбляться не только в парфюмы, но и в своих собственных жён или в своих girlfriend, подруг, и жить счастливо и использовать кориандр, когда у вас придёт вот такая вот ностальгия, как у меня. А я вот так вот двинусь с такой сумочкой и с кориандром. Ну всё, я заканчиваю свой репортаж. Всем всего самого хорошего. С вами была Силва Батафляй, Серебряная бабочка. Пока-пока.